Ремонт федеральной трассы М-7 в черте Покрова временно остановят до осени. Такое решение чиновники приняли 12 мая на совещании главы региона с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. Участие во встрече приняли также представителю Продор Москва-Нижний Новгород Александр Нефёдов и глава администрации Петушинского района Александр Курбатов. В официальном пресс-релизе правительства сообщается, что в границах Покрова ремонт идёт по графику. Камеры, пробок и заторов не фиксируют, транспортный поток движется без затруднений. Основные работы ведутся сейчас за пределами проезжей части. Ранее дорожники не раз сообщали о том, что участок в Покрове требует срочного ремонта. Однако его периодически приходилось откладывать или приостанавливать. Александр Авдеев заявил, что с федеральным центром и у Портором удалось наладить хороший контакт. Мы приветствуем принципиальную позицию Росавтодора в вопросе сохранения жизни и здоровья всех участников дорожного движения. Наглядным примером конструктивного диалога между нами является решение о поэтапном выполнении ремонта участка М7 в Покрове. Благодарим за оперативно выполненные работы на одном из двух остро нуждающихся в ремонте фрагментах. Успели за майские праздники. Решение по ремонту второго будет принято в ближайшее время по результатам необходимых обследований. Напомним, в первые майские праздники на участке ремонта в Покрове и на муниципальных дорогах, которые многие выбирали для объезда, сложилась очень напряженная обстановка. Местные жители и власти пожаловались на неэффективную, по их мнению, работу дорожников и транспортный коллапс. Один из проблемных участков успели привести в порядок. Однако основной объем работ теперь решили отложить до осени, когда Покров можно будет объехать по М12. Как сообщил губернатор, это было сделано для удобства жителей. В соцсетях в ответ на решение отложить ремонт до осени выложили пост со скриншотом результатов опроса. В нем среди 988 проголосовавших лидирует вариант «отступать некуда, доделаем без перерыва при хорошей погоде». Однако он зачеркнут, второй вариант, вероятно, предложен с иронией. Стоит приостановить ремонтные работы и доделать осенью, в дождь и слякать. Пост собрал много комментариев. Зря они так сделали, что отложили ремонт М7. Осенью начнут, а там дожди и будут класть на сырое. Пусть тогда уж начнут ремонт, когда снег выпадает. Объезжать за деньги придется и не за малые, видимо. В самый раз осенью дорогу делать, когда дети в школу идут и в садик. 1 сентября перекройте, чтобы дети среди машин бегали и по трясущемуся переходу. А мамы с колясками и бабушки летать будут. Как раз сезон соплей, а поликлиника на другой стороне. Сейчас надо дорогу делать, пока каникулы и многие в отпусках. Точно, к тому времени разобьют сторону, которую сделали и все по новой. Давай подождем до лета. На официальном сайте УПРДОР «Москва-Нижний Новгород», где выкладывают информацию о работах на участке М7 в Покрове, сейчас сообщается о краткосрочных работах с ограничением движения по одной полосе. В официальном пресс-релизе приводятся слова исполняющего обязанности начальника УПРДОРа Александра Нефедова. В частности, сообщается, цитата, необходимо отметить, что совместно с администрацией города Покрова и территориальным подразделением ГИБДД мы проводили ежедневные совещания, посвященные мониторингу дорожной ситуации. В настоящий момент специалистами выполняются работы уже за пределами проезжей части, лишь с частичным ее занятием на отдельных отрезках, при которых формирование заторов практически исключено. Ремонт участка в Покрове планируют завершить в ноябре. Добавим, что власти мощи с предвыборной регулярностью уже второй год приостанавливают ремонт до осени. Если вспомнить ситуацию в 2022 году, то ремонт начался в июле, а уже в августе был временно приостановлен. До зимы доделать многострадальный Покровский участок дорожники не успели. Не повторится ли подобная ситуация и в этот раз? И действительно ли жители, автовладельцы смогут что-то выиграть от переноса? Мы продолжим следить за этой ситуацией.